Благослови души, моя благословица, Благослови души, Господи, Господи, Господи. Человек должен учиться жить для кого? Для Бога. Искать Бога и Его служить. Интересный такой момент. Известно, что многие-многие люди собирают библиотеку, и там практически нет богословских книг. Мало кто покупает святых отцов, которые о богословии говорят, а много покупают книжек о старцах, о старцах современных. Чуть-чуть поменьше покупают святых отцов практического плана, а богословских вообще не покупают. С чем это связано? Тем, что людям не интересна Божественная жизнь, Божественная природа. А это очень печально. Это признак тяжелой духовной болезни, на самом деле. Когда человек не интересуется Богом, он не сможет построить себе настоящую жизнь. Так ведь? Если не его, важно не Бог. Представьте себе, когда человек полюбил другого человека. Разве у него будет самое важное его чувство? Нет, для него человек важен другому, так, который он полюбил. Разве не так? Это естественно, так вот. Значит не любовь. То же самое, конечно, касается и жизни в Христе. Для человека важен Христос, а не чувство к Нему. Понимаете? Вот это важная, большая ошибка, которую люди подменяют Христа своими чувствами. Большая, огромная ошибка. В начале это естественно, но нужно выправлять в их, нужно искать Бога и созерцать Бога. Искать, жить Богом. Вот величайшие святых отцов и подвижников, да? Например, Григорий Палома, например, или, такие как преподобный Кирилл Белозерский. Они, например, читали Дианисия Альпогита. И очень любили Дианисию Альпогита для себя. Вот вообще наши великие ученики проявления Северной Альпогита на славянский язык. Хотя это чистый богословие, абсолютно чистейший богословие. Там практических духовных советов очень мало. И там просто описывается божественное бытие. А для них описание божественной жизни было важнее всего. Понимаете, они ее переписывали в огромном количестве экземпляров. Вот интересно, почему вот сейчас у нас Дианисия Альпогита люди здесь читают? Ну, по незнанию. Дианисия, ну ладно, Дианисию велики действительно сложно. Ян Домастына, почему читает? Дианисия Альпогита сложная, да. Ну, Ян Домастын просто пишет. А почему его не читает? Библиотеки нет. Продается. Почему Террина Иерусалимского не читает? Библиотека, где там продажа лежит, любую влагу залить купите. Продается везде. Очень важно, что как раз то признак здоровой духовной жизни, то что человек, чем более он вживается в церковь, чем более ему интересно становится дагматическое учение, понимаете? Не менее, а более, понимаете, он вживается в него, для него догматика перестает быть просто мертвым звуком, а он начинает вживаться в те реальности, которые описана догматика, понимаете. Я могу привести пример такой с путеводителями. Представьте себе, у вас есть, вы хотите поехать, например, в Солнечный Липет или в Солнечную Турцию, вот, и там вы покупаете путеводителя, да, пока вы сидите в городе, в городе Москве, интересно, конечно, полистать его там, положить на полку, но когда вы приехали в Турцию, да, или в Индии, вам путеводитель становится очень важным, да, чтобы поехать, знать, куда поехать, да, знать, где остановиться, так, знать, как себя вести, да, вот, точно так же догматическое богословие. Если человек не едет к Богу, да, не едет к Богу, да, он только полистал, просто, наложил, ползал на полку, так, но если он к Богу идет, признак того, что он там пришел, какой лет, потому что он начинает искать догматику для того, чтобы ориентироваться в той реальности, где он попал, так ведь? для этого догматика существует для того, чтобы жить в Боге понимаете? для того, чтобы проверять этой жизнью всю свою обычную жизнь а когда это не происходит значит куда-то не туда заехали это для Турции приехать в Скандинавию он немножко не подойдет вот это как раз такой пример того ложной, ошибочной духовности которая часто бывает у людей людям свойственным а догматизм такой, который свойствен многим-многим людям, это вещь в корне противоречащей православной церкви это в западном римно-католическом богословии, там мистика отдельно а догматика отдельно, почему? потому что у них ложная догматика и ложная мистика ложные по-разному поэтому так как там взаим противоречия ложная догматика и ложная мистика получается поэтому догматика у них выразила схоластику скучнейшую, которую никому неинтересно. Мистика выруется с пантеизмом, когда люди считают себя богами, который решает сразу так, как Кубермен. А в христианстве православным это единое целое. Мистика, догматика вообще единое целое. И православное учение проверяет собой мистический опыт человека, духовную жизнь проверяется догматическим богословием. Очень грозно. Например, как проверить, правильно ли ты спасаешься. Вот есть некоторые отношения к чеческой природе. Некоторые люди говорят, что вся моя жизнь есть грех. Открываем драматическое богословие. Скучно, неприятно кажешься. Открываем главу о происхождении зла. И там читаем такие слова. Зла по природе не существует. У зла нет сущности. Так? Мы понимаем, что вот это наши мысли, да, то есть это наше направление жизни появляется чем? Я появляется ложью, так ведь? Потому что существование наше злом не является, так ведь? Само по себе существование, так? Наша задача поэтому не уничтожать существование, так? А выправлять его. Ощущаете разницу? То есть, видите, обычное догматическое богословие имеет кардинальный вопрос для нашей духовной жизни. Если мы не знаем догматики, мы упорно не по той дороге, будем разрушать себя, разрушать себе волю, ум, чувство, впадем в прелесть глубокую, да, и сойдем с ума, в конце концов, благополучно. Будем додорим, весел петь. Ну, это естественный результат, потому что человек, видите, пример, не догматизма, а догматизм, так? Или люди говорят, придя в церковь, я должен отказаться, я должен отказаться от своего ума, то есть как свойства, как такового. Не от самоумения, да, не от своей мудрия, так? Своим мудрием, конечно, отказывается, потому что свою мудрия, если учитывая догматика, что такое? Это результат фантазии, разлагающих разум, так? Результат фантастического мышления, когда мы видим мир в иллюзорном свете. Ну, а ум как свойство, должен быть отброшен или нет? А как обосновать? А во Христе был ум человеческий? Следовательно, мы, семья со Христом, должны сохранять свой ум, так? Это очень важно. То есть, понимаете, все появляется именно таким образом. То есть, все, то есть, видите, да, Христос, его учение, его природа, его сущность, да, она является миром всего на свете. То есть, очень важно, признаком, кто такой христианин? Вот, я на следующем помню, это деление. Христианин есть тот, кто старается подражать Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веру в святую тропу. Видите? Не право верить в ступень, но быть христианином. Понимаете? И у вас будет ложная духовная жизнь. Вы не сможете подражать Христу словами, делами и помышлениями. Если вы не право верите в Христа, у вас будет ложная духовная жизнь. Вот, например, монофизиты. Кажется, ну что там ерунда монофизит, когда люди говорят, ой, армяне такие же православные, как и мы, да? А вот результат какой? Монофизиты, отказавшись от веры в то, что в Христе было чеческая природа, пришли к чему? Пришли к самобичеванию, да? Пришли к тому, что они отождествили человечество с грехом. Если так сказать, что быть человеком – это грех. И поэтому они стали истреблять собственную чеческую природу, да? Они пошли на пути индуизма, на самом деле, прямом смысле этого слова. Например, в монофизитских монастырях была обвинена, как обязательно, например, такая дисциплина, как палки. Как метод самопобеждения, да? Палочная дисциплина. Там Шинуда такой, великий монофизит, он, кажется, бил палками своих учеников. Антоний, видите, почему-то никого не бил. И у него все получалось. А Шинуда бил палками, понимаете? Это, конечно, пример того, что ложная догматика ведет к ложной жизни, так? В конце концов, он доводит с чего? Это самоубийство, это самопосожжение и так далее, как у наших раскольников. Неправильная догматика, неправильная жизнь. Это результат самопосожжения. Вот пример того, как опасно уходить от догматики, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok